В выставочном зале Дворца культуры Арктика открылась экспозиция «Весна Победы». На ней представлены послевоенные работы северных художников, прошедших все ужасы войны. Но особенность этих работ в том, что в них нет ничего о войне, а выходя с экспозиции, человека не покидает желание жить и радоваться каждому дню. Все работы выставки «Весна Победы» пронизаны одной главной мыслью, актуальной во все времена – будь счастлив здесь и сейчас. Работы художников, уроженцев северных регионов, прошедших войну, несмотря на жизненные опыты и трудности, которые им пришлось пережить, окутывают теплотой. Здесь и пейзажи родных мест, и сюжетные картины, и мягкие образы женщин – тех, которые ждали в тылу. В чем заключалась эта идея? Показать работы послевоенных лет, показать работы как раз того периода, когда они были наполнены определенной чистотой восприятия, наполнены жаждой жизни работы, верой в светлое будущее. А этот период в нашей стране пришелся как раз на конец 50-х, 60-е годы, так называемая известная оттепель в искусстве в том числе. На выставке представлены работы нашего земляка, уроженца села Великовисочное Александра Безумова. Всю любовь к своему родному краю он показал нежными оттенками, мягкими переходами и удивительно точными деталями. Но у нас создается впечатление именно спокойной такой комнаты, спокойствие, умиротворение и опять же уюта, домашнего уюта. В работах этих художников нет случайных деталей. Каждая из них призвана показать красоту момента, важность мирного времени даже в, казалось бы, самых обычных сюжетах. Это выставка художников-фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной войны. Уходя на фронт, они не были художниками, они состоялись уже в творчестве в послевоенное время. Однако война наложила неизгладимый отпечаток не только на их судьбу, но и на дальнейшую творческую жизнь. И то, как это проявилось в их работах, можно посмотреть на нашей выставке. Все работы на выставке тщательно подбирались из фондов Национальной галереи Республики Коми в соответствии с главной мыслью экспозиции. В них нет горести, нет трагизма. Каждая из них пропитана доброй лирикой и верой в светлое будущее, которое так талантливо передали будущим поколениям мастера кисти и холста. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал Север.